Привет, я Илья Бирман, и сегодня я полистаю для вас такую вот книгу «Комментарии к правилам дорожного движения». Я ее купил в каком-то антикварном магазине. Видно, что книжка старая, но тут немножко потрепанная. Но, кстати, видите, такой вот у нее корешок приятный. Но она довольно приятно сделана в некоторых местах. Давайте на это посмотрим. Типичная, в принципе, советская верстка. Вроде бы ничего такого особенного. Какие-то вот такие вот с разрядкой набранные всякие пункты. Но вот дальше красота начинается, если долистать до каких-то картинок. И видите, здесь вот нарисовано какие границы перекрестка. И клево, что вся иллюстрация такая вот схематичная, какая-то черно-белая. А границы перекрестка нарисованы красным. О, вот пошли всякие дорожные знаки нарисованы. Да, кстати, еще обратите внимание на верстку вот этих заголовков глав. Таким жирным шрифтом они набраны или набраны. Почему-то в иллюстрациях под вот эти номера иллюстрации набраны другим шрифтом, чем текст. Не знаю уж почему так сделано. Но сам вот этот шрифт, вот эти единички, пятерочки, семерочки очень приятные. А вот какие-то, видимо, устаревшие стили знаков. Видите, применение которых допускается до 1 июля 1975 года. Потом они, видимо, уничтожаются. Ну и вот, видите, вот такой вот был знак. Извилистая дорога. А потом он был заменен вот таким. Вот это вот просто, мне кажется, большая потеря. Мне кажется, вот такой вот знак гужевого какого-то транспорта сильно круче, чем вот такой. А вот это кажется правильным. Движение, то есть, если что-то запрещено, то лучше это зачеркивать, а не просто в красный кружок обводить. Это вот одна из вещей, которые в моем проекте новых дорожных знаков решены. Потому что сейчас с этим полный бардак. Тут еще, кстати, вот в пешеходном переходе, обратите внимание, что здесь нарисована зебра, а здесь нарисованы просто вот такие пунктирные линии по краям. Так вот пешеходные переходы, видимо, когда-то тоже оформляли в Советском Союзе. Не знаю, я такого не застал, конечно же, поскольку сам только в 1984 году родился. Но в Лондоне, например, до сих пор пешеходные переходы вот так вот оформляют, что выглядит намного приятнее, чем ужасные вот эти вот зебры супер-пупер-мега накрашенные. Ну вот какая-то смешная бензоколонка. Беспроводной телефон почему-то появился. Понятно, что он на самом деле еще проводной в 1975 году был. Но почему-то провод перерестали рисовать. А еще тут трубка как-то в более таком бодром положении. А тут она готовится быть положенной на телефонный аппарат. Ну вот пункт питания стал более питательным. То есть вместо просто чашки чая тебе теперь дают какую-то еду. Правда, вилка и ложка странно пересекаются. Но тем не менее, в общем, такой знак. Но вот это вообще кайф. То есть, видите, были знаки вот такие с текстом. И почему-то на желтом фоне. Вот они переехали на синий фон. Может быть, это связано как раз с каким-то процессом гармонизации с международными стандартами. Не знаю. Но так или иначе, тут и вот это написание текста очень приятное. Но вот тут, видите, прям роскошная такая верстка этих знаков. Целая куча их. Горизонтально нужно вот так вот наклонить книжку, чтобы их рассмотреть. Конечно, когда сразу много знаков нарисовано, на это смотреть приятно. Но это вот, собственно, знаки. Видимо, в 1975 году уже внедрили те, которые, в принципе, в основном для нас привычные. Может быть, с какими-то небольшими исключениями. Вот тут интересно, что, видите, написано вот у такого знака пересечения с главной дорогой. То есть знак этот сегодня, естественно, называть «уступи дорогу». Видимо, когда-то это называлось по-другому. Вообще, концепция главной дороги кажется достаточно сложной для восприятия. Потому что, ну, одна и та же дорога на одном месте главная, на другом месте не главная. Все-таки смысл-то не в том, чтобы дороги как-то характеризовать, а в том, чтобы конкретному водителю дать предписание «уступить» или «не уступать». В этом смысле название «уступи дорогу» сильно более внятное. Но остальные знаки кажутся абсолютно привычными. Ну, вот эти приятно собраны, видите, как метры, сделанные над десятыми частями. Так вот упаковано приятно. Вот еще какие-то знаки. Вот видите, название городов, какие-то вот такие вот здесь вот населенные пункты, которые ты проезжаешь как бы не, ну, все еще без ограничения скорости населенного пункта, они здесь на синем фоне. А на белом фоне это значит, что ты заехал в населенный пункт, и у тебя там ограничение внутри населенного пункта действует 60 км в час. Хотя я не знаю, какое тогда было. Так вот интересно, что эти набраны уже вот так, как мы сейчас привыкли, за главными буквами, а здесь с большой буквы маленькими, еще и с буквой «г» в начале. Еще и с буквой «й», честно написанной. То есть прям любо-дорого смотреть. Ну и тут, конечно, вот эти прекрасные знаки места разворота, которые я знаю благодаря Сереге Чикину, который в свое время он доставал всякую историю дорожных знаков. Собственно, что в свое время и повлияло на то, как мы сделали этот проект. Вот этот знак не очень понятный, но просто чисто графически он кажется очень крутым, и тоже жалко, что мы его потеряли. Вот эти все тоже схемочки на знаках и списки, и вот такие вот схемы. Тоже интересно смотреть, как люди верстали. И то, что стрелка вправо стоит справа, стрелка влево стоит слева. Тоже такая вещь, которую, видимо, люди открыли очень давно для себя, что именно так правильно делать. Ну и вот этот тоже красивый знак объезда. Ну вот тут еще какие-то такие иллюстрации. Тут тоже клево, что одного красного цвета хватило для того, чтобы нарисовать знаки, которые запрещают стоянку и остановку. И тоже так вот размечена зона запрещения остановки. Классно, что можно в две краски напечатать достаточно информативные вещи. Тут интересная такая буква П, сделанная с достаточно прямоугольной правой частью. Клево нарисована вот такая разметочка. Вообще, когда на знаке нарисована разметка, есть в этом какой-то мета-уровень интересный. Вот, кстати, пример информационных указателей, облегчающих ориентировку, слово смешное, в движении. А. Указывает направление движения в населенном пункте. Б. Указывает схему движения на транспортной развязке в разных уровнях. Ну и тут вот прикольное обозначение уровней, а тут вот прикольное обозначение городских дорог. Я не думаю, что я хоть раз в жизни такой какой-нибудь знак видел, который бы что-то такое объяснял. Ну тут вот много всяких разных иллюстраций каких-то там. Знай, поступи дорогу вместе с разметкой. Поступи дорогу. Еще какие-то примеры разметки. Вот разметка с обозначением того, как кто-то должен идти справа, а кто-то слева, чтобы сами пешеходы друг с другом не сталкивались. А вот еще, кстати, прикольная схема того, как какую-то разметку можно пересекать, а какую-то нельзя. А вот этот знак с разворотом, конечно, клеве, когда внутри него ничего не написано. А вот смотрите, какие прекрасные нарисованные светофоры. Жалко, конечно, что такие красивые светофоры мы потеряли. Сейчас все эти светодиодные, плоские, совершенно безликие светофоры совсем не такие кайфовые, как вот эти. Вот это вот вообще для меня было открытием, когда я до этого долистал, что, видимо, существовал когда-то в советское время вот такой вот светофор с надписями «Стойте, идите». Я думал, это чисто американская штука, когда на пешеходных светофорах написано словами. То есть сейчас мы привычны к тому, чтобы пешеходный светофор был вот таким, как автомобильный, просто без желтого света. Кстати, вместо крестика букву «Х» написали, как сейчас дизайнеры тоже частенько ленятся вместо знака умножения, ставят букву «Х» или букву «Х». Такие характерные советские всякие автомобили, автобусы, клевые. Ну, вот это, конечно, тоже заумь такая, что, оказывается, вот это вот называется интервал, а вот это называется дистанция. То есть вот зачем самое тупое, когда в какой-нибудь специальной области берут синонимы очевидные, но один из них означает что-то одно, а другой что-то другое. То есть разделяют, как в математике, например, есть числа противоположные и обратные. И это вот, ну, понятно, что ты, если там когда-то это выучил, ты это знаешь, что противоположные – это там типа плюс 5 и минус 5, а обратные – это типа 5 и одна пятая. Или наоборот, кстати, может, я их и перепутал. Но вот кажется, что это не очень удачно, когда берут слова и вот так вот искусственно их разделяют по смыслу, когда внутри них такого разделения не содержится. Это всё, конечно, вот по виду очень похоже на всякие компьютерные игры, когда там тебе с видом сверху нужно обгонять на каких-нибудь там старинных этих игровых автоматах, обгонять машину. А это вот я, кстати, даже не знаю, что у меня за бумажка, тут лежит какой-то мин автотранс. Ну вот видите, правильные схемы поворотов, типа чего куда можно ехать, куда нельзя, как можно разворачиваться, как можно перестраиваться. Ну и, естественно, все сами машинки очень интересно наблюдать. При обгоне водитель не должен создавать помех другим транспортным средствам. Это да, логично. А вот тут, кстати, уже немножко начинается, то есть вот в контексте ты, видимо, начинаешь считывать, что красное означает, что что-то плохая идея, запрещено там или опасное или что-то ещё. Но вот если на эту картинку посмотреть в отрыве от остальных, то непонятно, что она означает запрещен, да. То есть ну просто красная линия, как мы видели на других иллюстрациях, может означать просто некое выделение, акцент. То есть в принципе вот сама по себе такая картинка не несёт в себе смысла, что что-то запрещено. Нужно именно прочитать её подпись, чтобы это понять. Тут прикольное такое обозначение, что какой-то сигнал светофора светится. И вот тут вот сразу несколько. О, а вот это клёвый вид сверху. То есть смотрите, видите, здесь это вид светофора вот так вот расположен, как будто ты на него смотришь спереди. А тут светофор светит во все стороны. И соответственно, его нарисовали такими вот лучами, которые куда-то там направлены. Интересно всё такое рассматривать именно, чтобы какие-то приёмы брать на вооружение. Потому что мало ли, что дизайнеру предстоит изобразить, с какой целью. Поэтому внимательное изучение всяких книжек, в которых кто-то до тебя уже что-то изображал, в принципе полезно и какой-то твой арсенал приёмов всяких изобразительных обогащает, расширяет. Ну тут таких схем очень много. Вот ещё какая-то схема, знак нарисован. Вот, а вот это вот очень красивая штука. Изменение периода тёмного и светлого времени суток в течение года. То есть кто-то вот заморочился, нарисовал такую совершенно восхитительную диаграмму на этот счёт. В принципе вот совершенно ни для чего не нужны были вот эти все прямоугольнички, вот эти вот зарубки, обозначающие сумерки. Там надписи день-ночь. Ничего, там жёлтый цвет в принципе не нужен был бы. Но вот кто-то решил это сделать. И получилась такая вот кайфовая иллюстрация, которую прям хочется себе куда-то отдельно отложить. Вот очень красиво нарисована Волга. Такой вот вид с земли. Видите, как там показано? Заднее стекло вот за таким вот чёрным. Автобус оборудован фарой-прожектором. Автомобиль фарой-искателем. Кто бы мог подумать. А тут, видите, показано, что они едут в ночи. И вот автобус, он там как бы дальше от нас. И он такой штриховкой покрыт для того, чтобы было видно, что его как бы хуже там видно. Тоже приятный графический приём. Красивые номерные знаки. Посмотрите, какая буква Х. Какая буква А восхитительная. Какая шестёрка клёвая. Прицеп вот так вот написано. А вот как-то на грузовике написать номер прям краской. А вот как передать объём автобуса. Смотрите, да. Вот такой вот типичный Лиаз, видимо, это нарисован. Ну, это даже логотип Лиаза. Видимо, он всю жизнь вот такой. До сих пор на лиазовских автобусах. Такой же какой-то примерно значок. Вот. И как вот этими штрихами передано то, что он такой пузатенький. А как штрихами на стекле передано, что это именно стекло. Как вот оно блестит. Видите? И штрихи под другим углом идут. И сам характер штрихов другой. То, что они вот в некоторых только местах. Как бы это показывает, что такие здесь блики сделаны очень красиво. А тут, когда само стекло, но оно ещё и выпуклое, оно в другой плоскости. Тут вот эта штриховка. Она вот примерно такого характера. Но она как бы к краю становится более густой. Ещё какие-то грузовики. Прям хочется их все себе как-нибудь забрать. Не знаю зачем и куда. Вот смотрите, какие кайфовые автобусы, трактора. В общем, такая вот вам книжка. Обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И не забудьте оставить какой-нибудь полезный комментарий к этому видео. Всех обнимаю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok